Субтитры сделал DimaTorzok Мне хотелось все и сразу залезть куда повыше, сделать что-нибудь такое пострашнее. Прыгнуть с гаражей, например, на дерево залезть. Так в основном с пацанами бегали и брались. Очень-очень-очень любила животных всегда. Всегда почему-то у нас были кошки. Наверное, как у любого человека, который потом впоследствии становится волонтером. Была какая-то такая история трактичная, связанная с животным. Ну, не ввиду потери, утери. У нас в Кавказе был, сынок, девочка. Мы очень ее любили. И она приболела у нас. Возили к врачу, много укола вставили. Врачунки. Она болела, болела. Не исцечивалась никак, что мы не делали, как полагается. Тогда водкой с чем-то поили. И я помню момент этот, когда я сидела. Надо было в школу идти. Я опаздывала. Она лежит, как ребенок плачет. Там все ужасно. И вот она умирает. Я плачу. У меня истерика. У меня родители кое-как пытаются там оттащить от собаки. И тут надо в школу идти. И я все-таки зареванная пришла. Ни с кем не хотела разговаривать. И я как-то отложилась от того. В обеде души. Это вот потеря, утеря. И больше не хотелось никому вот так привязываться. Отдельная история, как я попала в эту стаю. Волонтерскую. Душа хотела и жаждела кому-то помочь. Не знает, как ты вот внутри сидишь. Когда ты хочешь понять, что ты нужна этому миру. Что ты не просто так здесь. Что какой-то след должен после тебя остаться. Но это помимо того, что там у меня дети когда-то будут. Еще какое-то хочется доброе пятно в этом мире. Наследить, так скажем. Есть вот группы у нас в ВКонтакте. Что можно зайти, спокойно почитать информацию. И уже выбрать. Что тебе ближе. Потому что у нас несколько приютов. И как-то вот я сразу попала на белый день. Вообще работа волонтера предполагает какую-то помощь посильную и не посильную. И все это делают помимо работы. То есть нет таких людей, которые вот сидят дома. А тут я пойду, по-моему, все работают, все занятые. Кто-то помимо работы еще чем-то занят. На самом деле белый день – это самый большой приют. Ему уже 4-3 более лет. Сколько мест сменил приют. Третье или четвертое уже их обоснование. Там уже около 3-х от собак. То есть каждый месяц у нас прибавление в нашу стаю большую. Ну вот у нас вот практически всех новенькие. Вот Алабаев привязывают постоянно прямо там за деревом. Вот эту большую привязывают. Ну то есть приходят, щенков подбрасывают. Как бы люди не понимают, что нам уже садить их некуда. Ни вольеров, ни условий, ничего нет. Все сдают нам в приют собака помощь. Про них про всех забывают. В общем, все обещают помогать, помогать. Кажется, свою собаку. А это у нас сторож, который до этого был. Звонит нам зимой. Говорит, я тут машину коровьих голов купил. Мы в шоке. Зачем? Собаки за них дерутся. Вот такой мусор мы уже сколько вывозим, сколько машин. А снег когда сошел, мы вообще офигели. Пришли, кругом вот эти кости. В ощущение, что у нас внизу защита. А мы тут разделываем сразу же. Ну вот собираем. Запах вот этот мусор лишний. Тоже это деньги. Каждая газель нанимает. Поэтому мы вот потихоньку на машинах вывозим мешки. Сечку купили. В день варим 70 килограмм. Больше 400 литров. Сечки столько же вот мяса нам отдают, а сечку сами купили. Приют поджигали. И несколько раз отстреливали. Мы помогаем животным, которые попадают в беду. Неважно, пускай это будет какая-то ситуация на дороге, где собаку сбивают. Либо это какой-нибудь хозяин нерадивый, который избивает свою собаку. Либо хулиганы. Ну или бывает такое, что собака проваливается куда-нибудь в люк или еще куда-то. Тоже выезжаем на такие случаи, когда нам звонят очевидцы. Люди, которые стоят в нашей группе ВКонтакте, они звонят и просят помощи. Мы приезжаем и помогаем. Мы никогда не отказываем от помощи. В нашей группе Белый Бим участников около 10 тысяч. Ну уже более. Но фактически активных волонтеров очень мало. Самый ценный вариант волонтера – это волонтер на машине. Надо съездить в приют, отвезти мясо, пить сечки, набрать воды. Потому что у нас наш источник находится достаточно далеко. И очень тяжело нашим охранникам переносить воду. Но это нереально. Поэтому мы ездим и помогаем. Продолжение следует... Каждый волонтер еще помогает материально. У нас есть в группе Киви кошелек, куда можно скинуть деньги, то есть помочь материально. Это тоже очень немаловажная помощь. У нас очень большие расходы. Каждый месяц, там что-то около миллиона. У нас есть еще клиники, где очень-очень-очень большие долги. У нас несколько клиник, где нам прощают просто наши долги. И они в любом случае всегда примут собаку. И вот все это записывается. И складывается постоянно какая-то сумма. Она увеличивается с каждым месяцем. Мы в группе пишем про то, что помогите нам материально. На самом деле, если бы все вот эти 10 тысяч человек, которые в контакте, если бы каждый скинулся хотя бы по 200 тенге, это уже какая была бы сумма. У меня есть кот. Его зовут Люсин. Ну, он имеет женское плечко, от того, что мы его взяли маленьким, у него сначала не было яичек. Но в итоге они потом как выпали, и все, а Люсин до сих пор остался. Поначалу он был полноценным котом двумя глазами. Но один раз, придя домой, я увидела, что мое чудовище выбегает ко мне с красным бельном вместо глаза и орет как вешеный. Ну вот, у меня была очень серьезная такая ситуация, стресса моя. Устал себя в руки взять. Позвонил другу, друг приехал, мы его взяли, отвезли. И, как оказалось, мы выстрелили с зентовки в глаз на улице. Мрач сказал, что надо вырезать глаз. Ну, он такой попался очень с имарком и ложил глаз на память. Вот мой второй питомец, Волочка, Шарпей. Это собака-диагноз, как мы сказали. Потому что у меня постоянно какие-то болезни, постоянно ее лечить, надо уколы, витамины, особое питание. А взяла ее с приюта, как бы это банально не звучало. У меня на содержании есть собачка. Она живет в бане. Она была в клинике долгое время, так как за каждую передержку, как мы называем, будь это где-то в частном доме, где люди получают за эти деньги, то, что они держат собак и кормят где-то около 500 тенге. Также можно держать их в клинике, но это уже в два раза больше. Ну, сейчас смотря в какой клинике. Также мы спасаем собак, сатлова. То есть это те места, где умышляют животных. Раньше, если это было как-то более лояльное отношение, то сейчас стараются максимально сэкономить деньги, выделяемые государством. То есть раньше это были какие-то уколы, которые ставили, чтобы животное могло уснуть. И дальше они уже занимались умышлением. Сейчас же они могут просто вколоть животное это лекарство, уменьшив дозу в два раза. Животное не умирает, оно остается живое, просто оно бездвижено. И что они дальше делают? Они просто берут удавку, начинают душить. Либо берут животное и бьют его об стенку, или еще об что-то. Ну, это страшная картина. Чаще всего они просто закидывают животных уже мертвым, собрать им. Вот, они там погибают, они долгое время живут без еды, без воды на трупах. Вот, и... Любой человек, который приезжает туда, он не может уехать с пустыми руками. То есть он взяли, как его заберет. Это страшная картина. И сознание человека переворачивается, видя это. Ложись, 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 полночек, ложись. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Вот она собака. Чья она собака? Чья она собака? Дай лапу. Ой, ты моя ладкая. Ты моя сладкая собачка. Не дай другую лапу. Вот она хорошая. Вот она хорошая. Как бы это грустно не было, но бывает, что наши собаки в приюте погибают. Особенно это часто в зимний период, потому что они могут замерзать. Иммунитет пониженный. Приезжаешь, смотришь, а уже собака мертвая. Очень много у нас отвязанных собак, и приходится их ловить и садить на цепь, потому что очень много драк происходит между собаками. Один раз мы поехали. У нас волонтер Саша Макарова. Тоже отъявленная девушка. У нее вообще нет никакого страха к собакам. Она их очень любит безумно. Она больше любит их, чем людей. И мы решили поймать собак и зловить. Одну поймали, черную. Очень долго за ней бегали. И как-то ничего такого не предвещало. Поймав ее, мы стали садить на цепь. Она услышала, что цепь загремела. И это ее безумно напугало. Она начала вразнос работать в своей челюсти. Она укусила меня сильно за руку. За правую, за левую. Больше достала с левой. Распорола здесь. Пришлось потом накладывать два шва. С тех пор я стала не то, чтобы побаиваться собакам, а побаиваться своей рукой. Потому что мой спорт, мой вид деятельности связан именно с этой рукой. Я теперь боюсь за нее. Сейчас решила переквалифицироваться, отправиться в легкую атлетику. Метание диска для меня стало сейчас на первом месте. Хочется добиться чего-то высокого. Для меня вера – это Бог. Это вера в Бога. что если ты что-то сделаешь сейчас хорошее, это тебе как-то откликнется в будущем. Или как-то будет... или как-то скажется на твоей карме. Я думаю, что моим детям это точно будет хорошо. Ольга. Ужигuit. Ольга. Олга. Ольга. 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 Субтитры создавал DimaTorzok